Прокуратура региона не выявила фактов хищения бюджетных средств при строительстве дороги на Ринмар-Тельвиско. Однако причастные к этому делу ответственность все же понесут. Вплоть до уголовной. Об этом заявил руководитель правоохранительного ведомства во время большой пресс-конференции. Ее организовали специально для представителей окружных СМИ. Строительство дороги на Тельвиско было приостановлено по решению суда. Как оказалось, связующая нить проходила через водовод. Но специалисты, которые составляли дорогостоящий проект, изначально почему-то этого не знали. В итоге на момент остановки всех работ было израсходовано около 130 миллионов бюджетных рублей. Общая же цена объекта – полмиллиарда. То есть большая часть денег осталась нетронутой. Впрочем, и потраченной суммы хватило, чтобы прокуратура начала проверку. Состав преступления очевиден. Это и неэффективное использование бюджетных средств и халатность. По результатам проверки прокуратуры собраны материалы, направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об ответственности заказчика проекта. В регионе тем временем резко увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Показатель скакнул вверх аж на 36%. Один из последних случаев – двойное убийство в оленеводческой общине. Бригадер оленеводческой бригады в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры застрелил супругов оленеводов, у которых трое детей несовершеннолетних остались сиротами, теперь лягут на попечение государству. А вот ужесточение миграционного законодательства послужило появлению в НАО новому виду преступлений. Неизвестные изготавливают поддельные сертификаты для мигрантов. Мол, они успешно сдали обязательные экзамены и имеют право работать на территории региона. Уже зарегистрировано 60 фактов, по каждому заведено уголовное дело, в том числе и в отношении тех, кто продавал фальшивые документы.